Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас во Дворце детского и юношеского творчества Выборгского района Санкт-Петербурга. Наш семинар посвящен одному из самых обсуждаемых трендов дополнительного образования – цифровизации, которая затронула образовательный процесс на всех этапах педагогической деятельности. В сфере образования можно выделить несколько спорных ключевых моментов. Во-первых, это недостаточная реализация потенциала цифровых инструментов в силу их слишком интенсивного распространения и высокого темпа развития. Каждый день появляются новые цифровые инструменты, совершенствуются старые и появляется все больше возможностей. Второй момент связан с тем, что для многих педагогических работников до сих пор остается непонятна и неясна сама методика выбора цифровых инструментов. И третий момент связан с разрозненностью опыта цифровизации в дополнительном образовании. Попытка систематизировать весь накопленный опыт использования цифровых инструментов в рамках нашего дворца привела нас к идее построения цифровой модели, которая позволила бы обеспечить гибкие педагогические условия для всех участников образовательного процесса. Отправной точкой для построения такой модели стал наш внутренний традиционный конкурс «Грани мастерства». Два года назад темой этого конкурса было объявлено использование цифровых технологий в образовательном процессе. Так как во внутренних конкурсах обычно участвует весь педагогический коллектив, то результатом стало не только выявление лучших практик, но и объективная оценка материально-технической базы оснащения и возможности внедрения цифровых технологий в каждую образовательную программу. Наша цифровая модель включает в себя несколько элементов. Это актуализация, оптимизация, коммуникация, связь с внешней средой и пространство для развития. Все эти элементы могут быть применимы ко всем участникам образовательного процесса, но так как наша модель находится на этапе становления, то мы начали свою работу с педагогов. Актуализация — это не что иное, как многочисленные исследования, которые мы проводим для наших педагогов. Например, итоги работы в дистанционном формате, профессиональные возможности педагога или удовлетворенность работы цифрового методического кабинета. В результате этих исследований мы можем оценить актуальный уровень цифровой грамотности педагогов и увидеть точки роста. Оптимизация включает в себя цикл обучающих мероприятий различного формата, а также специально созданный цифровой образовательный ресурс, о котором вы сегодня обязательно услышите. Для коммуникации в этом учебном году был осуществлен переход на единую информационную систему для всех работников нашего учреждения. Связь с внешней средой осуществляется через официальный сайт учреждения, а также социальные медиа-сервисы. У нас есть группа ВКонтакте и Инстаграм-аккаунт. И пространство для развития — это не что иное, как конкурсное движение по внедрению цифровых технологий и диссеминация опыта. Изменения, происходящие в современном обществе, в значительной степени определяют особенности и необходимость изменения педагогической деятельности. Современный педагог должен уметь все, в том числе выбирать и использовать цифровые инструменты. Одним из документов, регламентирующим деятельность педагога, является профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. Поэтому наш семинар структурно мы решили выстроить в соответствии с логикой пяти функций педагога. В подготовке сегодняшнего мероприятия принимало участие очень большое количество работников. Это и педагоги дополнительного образования всех учебных отделов, и педагоги-организаторы, и методисты, и представители администрации. Мы надеемся, что наш опыт поможет сделать вам свой выбор. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok